Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». Я Михаил Губернаторов, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас быстрый выпуск. Сегодня сохраню чек на очень востребованный товар. Настолько, что по подсчетам ученых в мире его покупают каждые 4 минуты. Ежегодно съедают до 80 миллионов порций этого продукта. За популярность ему даже памятник поставили. Согласитесь, сложно не догадаться, но если вы все еще не нашли ответ, то облегчу ваши муки. Тема нашего сегодняшнего выпуска – лапша быстрого приготовления. Мы начинаем! Прообразом лапши быстрого приготовления считается китайская лапша «Ефу», изобретенная в 16 веке. Современный вариант быстрого обеда предложил японец Момофуко Андо. Он же первым и наладил массовый выпуск еще в 1958 году. С тех пор Япония, Китай и Таиланд традиционно считаются лидерами производства и потребления этого товара на душу населения. Россия занимает скромное 12 место. У нас первые упаковки лапши «БП» появились в 1991 году, но сразу завоевали популярность. Сегодня ее производят 20 заводов по всей стране. Но импорт все равно занимает львину долю рынка. Как не потеряться в таком многообразии? И любят ли самарцы обеды на скорую руку? Спросим у них. Я в основном по вкусу все выбираю. Я считаю, что это очень бесполезный продукт. Ой, ну там вот какие-то эти добавки все, какие-то жиры туда. Не знаю, мне не нравится. Не, ну на картинку точно нет. Потому что реклама, ну, скорее всего, на форму. В таких вот, как они называются, такие, не пластик, а мягкие, да, они при нагревании, они как-то все равно даже немножко деформируются. Мне кажется, это вредно и отдает какие-то вещества, не те, которые нужны, а вредные. Лапша быстрого приготовления очень популярный продукт. Даже экономический кризис ему не помеха. В 2009 году было продано свыше 92 миллиардов упаковок этого продукта. Любят ее в основном за скорость приготовления и удобство. Но такая экономия времени. Не вредит ли она качеству и здоровью? Сегодня попытаемся выяснить. Для этого возьмем три упаковки лапши быстрого приготовления от трех разных производителей. Героями сегодняшней программы станут торговые марки «Бизнес-ланч», «Доширак» и «Лапшин». Каждого участника промаркируем и расположим в алфавитном порядке, согласно названиям. В завершении программы выясним, у кого продукт самый качественный. Популярный продукт получается путем высушивания влаги из раскатанного яичного теста. Чтобы лапша могла стремительно набухать и долго хранилась, после просушки ее отправляют на обжаривание в пальмовом масле. В состав обыкновенной упаковки традиционно входит соль, гутамат натрия и порошок из соевого соуса. Кроме того, обязательным ингредиентом являются имитаторы вкуса говядины, курицы, морепродуктов и прочих деликатесов. Но здесь стоит быть внимательным. Строго отслеживайте, какой именно быстрый обед окажется у вас на столе. С добавлением или только ароматом мяса? Эту надпись следует читать дословно. Это там действительно будет только аромат, но не будет настоящего мяса. Так что, по сути, производитель никого здесь не обманывает. Аромат есть, значит, все по-честному. Но если к добавкам всегда пристальное внимание, то на лапшу редко кто засматривается. А зря. Это основа блюда и напрямую отвечает за качество. Специалисты не рекомендуют покупать лапшу с насыщенным желтым оттенком. Такая яркость – следствие добавления красителей. Натурального там нет. Если с цветом определились, ищите подвох дальше. Если на лапше видны трещины, это значит, что производитель использовал неправильный режим сушки. То есть технология производства нарушена. Настало время и наших участников проверить на качество, согласно советам специалистов. Ну что же, начнем наши глубоко субъективные тесты. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Для начала рассмотрим тоненькие вермишелевые нити. Если на них видны трещины, это значит, что производитель использовал неправильный режим сушки. После того, как зальется такую вермишель кипятком, она потеряет форму и превратится в кашу. Это испытание прошли все участники. Каждый получает по баллу. Теперь посмотрим на цвет лапши. Он должен быть однородным и равномерным по всей длине. Недопустимы разные оттенки или слишком насыщенный цвет. Это первый признак не натурального, а подкрашенного продукта. Участник под номером 3 лапши имел заметно выраженный окрас. Он это испытание, увы, не проходит. Лучше всех заданием справился бизнес-ланч. Он зарабатывает балл. Теперь зальем лапшу кипятком и засечем время. Если она не заварится за 4 минуты, употреблять такой продукт опасно. Нарушенная технология производства. Здесь снова полная гармония. Все участники получают по баллу. Если на поверхности вермишеля обнаружили плесень, то есть нельзя макаронные изделия не только в этой упаковке, но и в всей партии целиком. Плесень не появляется от неправильного хранения. Она появляется из-за нарушения технологии производства. В частности, слишком замедленной сушки. Так что будьте внимательны, слушайте наши советы и покупайте с умом. Низкая стоимость и удобство приготовления – главное достоинство такой лапши. За них потребители готовы просить многое. Подчас даже низкое качество. Когда время поджимает, об этом задумываешься в последнюю очередь. Главное, чтобы быстро и вкусно. Именно за это лапшу БП любит наш сегодняшний гость – Владимир, оператор. Его задача – каждую минуту быть готовым снимать сенсации или долгие торжества. В таком ритме без быстрого обеда просто не обойтись. Его попросим оценить наших участников по вкусу и выбрать самого достойного. Ну, так как моя работа, в принципе, не нормированная, как бы с происшествия они не ждут меня, поэтому я чаще предпочитаю питаться по-быстрому, где придется. И поэтому я покупаю лапшу быстро приготовления. Вообще я предпочитаю лапшу со вкусом курицы. Приятный бульон и очень питательно и сытно. Ну, давайте попробуем ваш. Неплохая. Очень вкусная, кстати. Приправа дала прямо правильный вкус. Такое ощущение, что домашняя. Неплохая. Ну, меня цвет смущает, честно говоря, у этой лапши. А так приправа мясная. Разваленная и тает во рту, честно говоря. Из трех вариантов я даю предпочтение номер один. Он вкуснее всех. В сводной таблице представлены результаты всех испытаний. Участники достойно боролись, но в лидеры выбился лишь один. На этой неделе им стала лапша быстрого приготовления торговой марки «Бизнес Ланч». Поздравляем победителя. Кстати, изначально лапша быстрого приготовления считалась истинным деликатесом и стоила в десятки раз дороже сегодняшних аналогов. Да и покупать ее можно было только в фешенебельных ресторанах. Сегодня все куда проще. Сделать свой обед быстро может каждый желающий. Главное при этом не забывать сохранять чек, чтобы было что тестировать. Увидимся через неделю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!